Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, сегодня Святая Церковь совершает празднование в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Быть может, вы обратили внимание на то, что об этом событии ничего не говорится в Священном Писании. Действительно есть такие библейские исторические события, о которых мы знаем не из самой Библии, а из Священного Предания. И к таким событиям относится и большая часть жизни Пресвятой Богородицы, потому что ее жизнь как бы вынесена за рамки евангельского повествования. И объясняется это все тем, что ближайшие ученики Иисуса Христа, Его апостолы, ставили перед собой задачу описать именно служение Господа Иисуса Христа. И мы видим, что даже о самой жизни Спасителя нашего мы знаем мало только с того момента, как Он выходит на свое общественное служение в 30 лет. И вот Священное Писание содержит те эпизоды, которые говорят нам о тех моментах, где Пресвятая Богородица служит или участвует в служении Мессианском нашего Спасителя. Но древние христиане, желая почтить память Пресвятой Богородицы, ее жизнь, ее, все, что было связано с ее жизнью, они все эти события сделали частью Божественного и Церковного Предания. И вот как раз из этого Священного Предания мы с вами узнаем вот тех событиях, которые происходили в сегодняшний день. И Акима Анна, наши прадцы, прародители, которые были бесплодные, они дали обед Богу, что если у них родится дитя и не разрешаться от этого неплодства, то свое дитя они посвятят на служение Богу. И вот когда у них родилось дитя, Мария, ей исполнилось три года, они исполнили свой обед, одели ее в нарядные одежды и повели в Иерусалимский храм. Этот храм был большой, это было здание, которое строил Соломон. И для того, чтобы войти со двора в храм, можно было пройти по 15 большим ступеням. И трехлетнему ребенку это было самому сделать не под силу, нужна была помощь взрослых. И вот как только Марию поставили на первую ступень, то она сама, укрепляемая Ангелом Божиим, зашла по остальным 15 ступеням, и там ее в храме уже встречал первосвященник Захария. И Захарий, как первосвященнику Духом Святым, был открыт, чтобы он взял за руку эту Марию и ввел ее не только в храм, но и во Святая Святых. Святая Святых, это как сегодня алтарь, но в те времена это было святилище, в которое мог выходить только один человек, это первосвященник, и только один раз в год. И поэтому, когда первосвященник Захария ввел Марию, трехлетнюю девочку, во Святая Святых, это, конечно, было событие, которое что-то знаменовало, что-то означало. А лучше всего о событиях и о смысле этих событий, происходящего, говорит тропарь сегодняшнего праздника. И в этом тропаре говорится, что сегодняшний день является предснаменовением Божественного благоволения и предвестием спасения людей. Дева является в храме открыто, и Христа предвозвещает. Ей и мы громогласно воскликнем «Радуйся, потому что ты являешься исполнением того, что было задумано Творцом». Более 5500 лет твой человеческий после грехопадения ждал этого события, ждал, когда в мире явится та, которая в силу своего собственного подвига, своей чистоты душевной и телесной сможет стать вместилищем Бога. Пресвятая Дева входит во Святая Святая для того, чтобы в этот мир уже через 10 с небольшим лет вошел Спаситель мира и воспринял от нее кровь и плоть человеческую, человеческую природу, естество для нашего спасения. Далее, как мы знаем, Дева Мария пребывала в храме на протяжении более 10 лет, до тех пор, пока была обручена Иосифу. И на протяжении этого времени она изучала Священное Писание, пребывала в молитве, в послушании, занималась рукоделием. И все это говорит о том, что нам необходимо также пребывание в храме. Если ей понадобилось это пребывание для встречи с Богом, то тем более нам, грешным, это пребывание необходимо. И сегодняшний день они как бы заставляют нас задуматься о том, что для нас есть храм Божий, каким местом, какое место в жизни он у нас занимает. Потому что, как говорил преподобный Убросий Оптинский, человек по своей природе духовно-телесный, и есть потребности тела, есть потребности души. Потребности тела мы все с вами знаем, мы нуждаемся в пище, питье, в помовении, в лечении, в одежде. И такие же потребности у нашей души. Душа также нуждается в пище и питье, но насытить душу мы можем не на кухне и не в ресторане, а только в храме Божьем. Также душа нуждается в омытии от грехов, и омыться от этих грехов мы можем не в ванной и не на море, а опять же только в храме благодатью Божьей. Точно так же, как и вылечить душу от страстей, грехов, мы можем не в какой-то больнице, в каком-то определенном кабинете, да и нет в аптеке таких лекарств, которые бы нас спасали от наших страстей. Поэтому храм это то место, которое служит для нашей души и пищей, и питьем, и омытием, и одежды, где мы через слышание святого Евангелия, поучений, мы можем одеться в одежды добродетелей и благочестия. Но самое главное, братья и сестры, о чем хочется сказать, что храм является тем местом, где каждый из нас и все мы вместе можем вполне осознать себя Церковью Христовой. Церковь на греческом звучит как «экклесия», переводится «собрание». То есть мы собираемся, потому что мы веруем в Господа Иисуса Христа, и Господь является нашей главой. Господь основал Церковь для того, чтобы каждый верующий в Него имел возможность приобщиться к Нему и также иметь с Ним единение на протяжении всей жизни, что возможно через таинство крещения и дальнейшее участие в таинстве Евхаристии. Мы знаем, что основной жизнью храма является богослужение, а центральным моментом богослужения является божественная литургия или Евхаристия. И вот именно здесь, в Евхаристии, лучшим образом, видимым образом показывается нам учение по Церкви Христовой, как о теле Христовом. Господь говорит, что «пиющий кровь мою и ядущий плоть мою во мне пребывает и аз в нем». Таким образом, все мы, когда приобщаемся, причащаемся, мы становимся храмом или жилищем самого Бога. Бог начинает жить в нас. Мы с вами являемся видимым телом невидимого духовного Бога. И вот именно через причастие каждый должен понимать, что участие в богослужении – это не какая-то повинность, потому что как тело хочет быть всегда с главой, в единении со своими членами, так же и каждый христианин, он хочет участвовать в единении с самим Богом, быть в единстве со своими членами, быть полным телом Христов. И вот сейчас такое время, когда есть проблемы с охлаждением к вере, есть какие-то зерно рационализма, где-то есть теплоохладность и оскудение любви. И опять же, куда мы должны обращаться и как это исправлять? Ну вот об этом хорошо пишет митрополит Вениамин Фейченков. Он рассказывает свою историю. Это замечательный русский архипастер, который вернулся после эмиграции в 1947 году в Россию и окончил жизнь в Лавре, в Слово-Печерской. И вот он говорит, что его студенческие годы попали на революционное время, когда было такое охлаждение к вере, рационализм был, и говорит, что это затронуло все слои общества, и даже их семинаристов в том числе. И говорит, что прошло три месяца после того, как я поступил в семинарию и академию, и лишь спустя три месяца, когда я обходил все театры, посетил все музеи, только тогда я вспомнил, что есть здесь недалеко в Кронштадте такое светило, о котором знают не только в России, но и за границей, как святой праведный Иоанн Кронштадтский. И вот ему удалось встретиться с этим праведником, и митрополит Вениамин, тогда еще будучи студентом, хотя и богословом спросил, «Батюшка, откуда у вас такая пламенная вера?» И Иоанн Кронштадтский, не задумываясь, ответил, что «Ну как же, я живу в церкви». И митрополит Вениамин говорит, что мне богослово было непонятно, что это значит, как это, жить в церкви. Но потом, говорит, со временем я понял. И действительно, если человек живет в церкви, значит, он общается непосредственно в Таинстве Пхаристе с самим Богом. Кроме того, Иоанн Кронштадтский на каждое утреннее читал канон святым и видел их пример жизни, пребывал в молитве общей. Поэтому эта жизнь в церкви теплила в нем веру, любовь к ближнему, терпение. И наше с вами пребывание в храме тоже будет все это так же действовать. И хочется сказать, что храм – это в первую очередь стены, которые строятся вокруг Таинства Евхаристии, вокруг Церкви Христовой, которой мы и являемся с вами. Поэтому без храма нет жизни духовной и нет христианства. Всех вас поздравляем с праздником, введением в храм Престой Богородицы, Божьей помощи.